Продовольственная безопасность каждого государства – дело первоочередное и стратегически важное. На переднем крае этой части государственной обороны ветврачи. Не зря существует поговорка, что врачи лечат людей, а ветеринары – человечество. Птичий грипп, африканская чума, свиней и прочие напасти нашего времени – все эти болезни могли бы принести много вреда людям, если бы их вовремя не останавливали ветеринары. Перенять чужие навыки и поделиться опытом – вот основная цель конкурса, который открыл профильный министр. Сегодня все конкурсанты получат безусловно незаменимый опыт, навыки профессионализма, а гости, те, которые на сегодняшний день приглашенные, получат, надеюсь, положительные эмоции и праздничное настроение. Хочу всем вам пожелать доброго здоровья, благополучия в вашем нелегком деле, успеха в вашей работе, высоких результатов, удачи и везения в этом конкурсе, и пусть, безусловно, победит сильнейший. Титюрская выбрана для проведения состязаний в профессиональном мастерстве не случайно. Здесь существует система производства молока от коровы к потребителю без контакта с воздухом, экологически чистым способом. Контроль за его качеством – забота ветврачей предприятия. Сегодня на нашей территории проходит крупное областное мероприятие, проходит конкурс лучшего ветеринарного врача Ульяновской области. Мы рады всех приветствовать на нашей площадке. Мы совместно сотрудничаем с ветслужбой. Есть расхожее мнение, что безопасное питание – это прежде всего не покупать просрочку, читать состав перед покупкой и смотреть на условия хранения. Но еще раньше безопасность того или иного продукта на стадии формирования сырья для производства, например, колбасы, обеспечивают ветеринары. Они клеймят и исследуют мясо. Они отвечают за то, что сыр будут делать из хорошего молока. Умение найти проблему в продукте, правильно ее описать, составить сопроводительные документы стало значимой частью конкурса. Эти задания, в принципе, обязаны уметь, знать, выполнять каждый ветеринарный врач, который образованный, который с опытом. Делают они это постоянно. Следующий этап – взять анализы у животного, которое не только не понимает, что ты хочешь ему помочь, но и гораздо больше тебя. Дело подчас опасное, но для ветврачей вполне себе исполнимое. На конкурс приехали любящие свое дело люди. Впечатления очень хорошие, конечно, волнительные немножко. Узнала много нового для себя от своих, как сказать, клиентов. Ну, тоже от конкурсантов узнала много нового. То есть, вообще полезное мероприятие в плане перенимания опыта? Конечно, да. Я с вами полностью согласна, что многое можно узнать здесь, научиться. Ежегодно более ста ветеринарных специалистов Ульяновской области проходят специализированные курсы повышения квалификации. Эксперты обучаются в Европейском учебно-консультационном центре в Санкт-Петербурге. В Литовском национальном институте оценки риска в продовольствии и ветеринарии в Вильнюсе. В Центральной научно-методической лаборатории в Москве. В Федеральном научно-исследовательском институте здоровья животных во Владимире. А также в Ульяновском государственном аграрном университете имени Петра Столыпина. И они профессионально охраняют нашу безопасность. Павел Половов, Юрий Тимонин, репортер 73.